Мы проиграли. Давайте просто признаем. Ничего себе! Прямо вот так уже можно ставить точку? Смотрите, что представляет собой сейчас Россия. Запад выстроил на полстраны забор, из-за которого не выпускает ни людей, ни деньги. Но за этот забор закидывает всё время деньги за нефть, газ и прочие ископаемые. То есть люди возвращаются назад и туда же через забор им закидывают бабки за ископаемые. То есть там за забором много денег и людей. Всё восстановилось феноменально. Ушла Икея, компания, которая производит мебель на высоте. Ушли западные производители машин, а китайские микроволновки прекрасно продаются на колёсиках. Всё хорошо, собственно. Все, кто хотел и не хотел, вернулись к Путину. А ещё оттуда нельзя перевезти деньги. Очень сложно перевезти в Россию. Поэтому в России их много. Ещё раз говорю, Запад сделал всё своими дебильными санкциями, чтобы идеи Чучхе просто сами, чтобы рука их сама написала и настрижали. Что, ну и оказывается, просто бабки давайте, а мы здесь всё сами сможем сделать. И свою мебель, и свою вкусную точку, и свою псевдо-старбакс разбодяжить. Всё сделаем сами. А мы без вас можем. А вы без нас не можете. Вот всё, что Путин говорил, так и есть. Какие страны? Европейские страны не увидели. Ничего не сделали реально против Путина, а очень много сделали в подтверждение того, что он всегда говорил, что мы в кольце врагов, что без нас никак не справиться. Без нас Европа замёрзнет. Европа действительно впала в истерику, догнав на бирже газ в пять раз.